Полный обзор оборудования для копчения и вялкий москит. Почему москит самый популярный в России? Привет! Если вы знаете на чем коптить рыбу или мясо, в чем отличие того или иного оборудования и что такое москитовское качество, то отмечайте ролик лайком, чтобы не потерять и давайте разбираться. Мы компания Москит с 2008 года занимаемся собственным производством самого популярного в России коптильно-вялочного оборудования. За время своего существования мы обеспечили тысячи довольных клиентов, оборудование для бизнеса и личного пользования. Меня зовут Ваган. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы оставаться в курсе всех новых технологий и рецептов для копчения и вялки. Давайте вспомним первые шаги технологического процесса. Вы закупили качественное сырье, мясо, либо рыбу. При необходимости вы его разморозили, а затем засолили или замариновали. После этого вы можете завялить продукт до готовности, либо подсушить для последующего копчения. В этом вам отлично помогут сушильно-вялочные шкафы от нашей компании. В современной линейке три вида сушильно-вялочных шкафов. ШВС-1 с разовой загрузкой до 80 кг, ШВС-3 с разовой загрузкой до 120 кг. И при этом они потребляют до 1,5 кВт электроэнергии, но это уровень обычного чайника, у каждого на кухне у нас стоит. И то в пике, то есть нагревается и выключается. Не постоянно. И чемпион нашей линейки это ШВС-4. Максимально допустимая загрузка до 240 кг. При таких объемах загрузки его потребление составляет всего 3 кВт электроэнергии. Это основное различие наших шкафов. А что же их объединяет? Во-первых, все наши шкафы производятся из сертифицированной пищевой нержавейки, которую легко содержать в чистоте. Это абсолютно безопасный экологичный материал. Шкафы снабжены термостатом с пределом регулирования от 20 до 40 градусов. Удобное и простое управление. Кнопка сеть, то есть включаем ток. Кнопка обдув, включается вентилятор. И кнопка нагрев, включается нагрев. И кнопка термостата, выставляем нужную необходимую температуру при сушке. Ну, в среднем она бывает где-то 25-27 градусов. В комплекте у всех сушеных вялочных шкафов идут шампура. Их вместе с продуктом берешь и перевешиваешь в коптенье. В зависимости от размера сушилки, то есть разным количеством комплектуются шампурами, у ШВС-4 их целых 26 штук. Если говорить про вялку, то этот процесс в наших шкафах занимает от 12 до 48 часов. В зависимости от размера и кусков продукта. В то же время сушка в наших шкафах занимает, ну, перед копчением, сушка перед копчением в наших шкафах занимает от 1,5 до 4 часов. И то циклично, в зависимости от размера и жирности продукта. Достигается такая скорость за счет мощного вентилятора, который равномерно обдувает теплый воздух и все продукты на шампурах. Более подробно про вялку вы можете узнать по всплывающему видео вот здесь. Итак, после сушки мы приступаем к копчению. В этом нам помогут коптеньи от компании Moskit. Для начала давайте разберемся, в чем преимущество электростатических коптилин перед традиционными. Встроенный в нашу коптень генератор состоит электростатическое поле, которое ионизирует ароматические молекулы древесного дыма. Затем, за счет разности потенциала на продукте и дыме, возникает эффект электронного ветра, который подхватывает дымовую смесь и направляет ее на продукт. Это ускоряет процесс копчения в 10 раз. Электростатика осаждает весь дым на продукт. В атмосферу попадает не более 3% дыма. Это позволяет коптить продукты питания даже в квартире, супермаркетах, кафе-магазинах. Младшая модель из нашей линейки, это модель OEC1-1, поддерживает все известные 4 вида копчения. То есть холодно-электростатическое, горячее электростатическое, холодно-традиционное, горячее традиционное. Разовая загрузка при этом у нее до 10 кг. Для бизнеса это даст производительность до 40 кг в сутки. Опотребляет эта малышка всего 1,8 кВт электроэнергии на 1,5 часа копчения. При этом за эти 1,5 часа копчения коптильня OEC1-1 потребляет всего 80 г древесины. То есть дров лучше дров. Коптильня у нас универсально работает как на дровах, так и на щепе. Но на дровах предпочтительно это удобнее. Наша флагманская модель, это модель OEC2, самая продаваемая в России. Тоже универсальная, тоже холодного-традиционного, холодного-электростатического, горячего-традиционного, горячего-электростатического. При электростатическом виде копчения вам понадобится всего 1,5 часа для получения готового продукта вместо 12-24 при традиционном копчении. При этом продукт получается более вкусным и сочным. Менее усыхает и получается с насыщенным вкусом. Также, что немаловажно, уменьшается потеря веса до 12-15%, что дает вам большую производительность при том же объеме сырья. Модель OEC2 имеет модификации OEC2-50, OEC2-100 и OEC2-200 до 200 кг загрузки. А это дает производительность в смену от 300 до 1200 кг готового продукта. При этом собственный коптильный цех можно организовать совсем на небольшой площади 4-6 квадратов. Отапливаемое помещение. Всего порядка 4-6 квадратов вместе с сушиной-вялочной камерой. Обратите внимание, что управление коптильным удобно расположено справа. Так, значит, кнопка сеть, кнопка дым, кнопка холодного копчения, это включение электростатики самой, и кнопка горячего копчения. Снизу располагается термостат нагрева зольника, предел регулирования нагрева зольника, и наверху располагается термостат нагрева камеры. Все наши коптильные также сделаны из сертифицированной пищевой нержавеющей стали, а в комплекте вы найдете все необходимое для начала производства. Комплект универсальных шампуров, поддон для сбора жира, комплект дров для начала, скребок, а также инструкцию для начинающих и рецепторы. Все наши коптильные имеют гарантию год, а паспорт, оборудование и гарантийный талон вы также найдете в комплекте с коптильными. В описании под видео вы найдете контакты нашей компании, а также ссылку на наш сайт, где сможете подробнее узнать о нашем оборудовании. Заказывайте сушильные вялочные шкафы и коптильни от компании Moskit и начинайте свой бизнес, делайте шаг уже сейчас. А на сегодня у меня все, до встречи в следующем видео, пока!